Махалля-2.1 Махалля-2 защищали свои проекты, предлагали мыслимые и немыслимые идеи, но может быть там где-то половину можно было бы реализовать сразу же, а остальную половину можно будет реализовать когда-то, но все равно это был полет мысли, это были идеи, самое главное это были позитивные идеи, которые присущи для нашей мусульманской молодежи. Действительно, когда мы говорим, что мы мусульмане, нам действительно не так просто жить в современном мире, который меняется все время, потому что мы живем своими догматическими принципами. Всевышний не спасла нам священное писание Коран, и вот для нас есть священное писание, для нас это самый главный догматический принцип, но жизнь меняется, и поэтому естественно мы должны быть с одной стороны приверженцами своих догматических принципов, которые абсолютны, которые незыблемы, потому что их не спасла Всевышний в таком виде, какие они есть, мы их должны воспринимать. Но с другой стороны, вот наша жизнь, которая ежедневно меняется. Мы должны быть мусульманами, но мы должны быть, особенно молодежь, современными и креативными. Вот не рушая вот эти догматические принципы, мы должны предлагать новые свежие идеи. Вот это очень сложно, но тем не менее у нас выбора нет, поскольку жизнь, мы должны приспосабливаться. Мы должны жить в этой жизни, мы должны строить современное общество. Нас не обвиняли в том, что мы опять сидим в каком-то захудалом средневековье. Наоборот, должны говорить, вот они мусульмане, какие молодцы, какие идеи они предлагают. Но смысл вот этой школы заключается в том, чтобы вы были, предлагали эти идеи. Но второе, это вот эти идеи должны быть позитивными. К сожалению, в этой жизни очень много негатива. Мы видим и про социальную несправедливость, безработица и так далее. Очень много. Мы не должны их абсолютизировать, они есть. Но, к сожалению, они будут. Мы все равно в этой сложной жизни должны искать вот выход вперед позитивный. Вот через ваши проекты, иншаллах, то есть можно будет решать многие вопросы. То есть вся надежда на молодежь. То есть если вы будете вот мыслящими, современными, креативными и, ну, не сектантами, то есть чтобы ваши вот современные красивые идеи не вывели вас, чтобы вы не выскочили за пределы догматических. Это очень быстро тоже. То есть сектанты нам не нужны. Нам нужны правильные мусульмане, но которые современно мыслили и предлагали всему обществу, в первую очередь мусульманской уме, вот идея ее развития. А там еще, как говорят, конь не валялся, очень много, то есть для вас простор большой успехов. Будем надеяться, что в этом году появятся очень интересные идеи, не просто идеи. Вы их уже будете в какой-то форме предлагать, ну, пути реализации своих идей. Так что еще раз вас поздравляю за то, что вы пришли. И за эту неделю пройдет очень быстро, ну, чтобы она была позитивной. И в конце мы с вами уже обсудили ваши идеи, как мы их будем вместе реализовать. Саляму алейкум, рахматуллах, баракатуллах. Спасибо, Рафик Мухаммедович. И я хочу еще раз объявить, что организатором школы мусульманского лидера Махаля-2.1, как и в прошлом году, является ресурсный центр по развитию исламского и исламовического образования Казанского федерального университета. И я хочу предоставить слово руководителю рабочей группы ресурсного центра по развитию исламского и исламовического образования Алмазовой Лейли Ильдусовне, для того, чтобы она познакомила вас с тем, что такое наш ресурсный центр, чем мы там занимаемся. Дело в том, что кроме школы мусульманского лидера мы реализуем очень много и других проектов. Это всего лишь один из многих проектов, которые осуществляются и инициируются нашим ресурсным центром. И чтобы у вас было более общее представление о том, что же можно делать для развития ислама, для развития исламского и исламовического образования, я с вами представлю Лейли Ильдусовне. Спасибо. Доброе утро, дорогие наши гости! Действительно, очень приятно видеть столько молодых, открытых лиц, видеть людей из разных регионов, которые привыкли в нашу Казань. И я очень надеюсь, что вам у нас понравится, и мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы чувствовали комфортно. Что касается целей этой школы, я думаю, что многое вам уже понятно, да, но хотела бы сказать, как я вижу цели этой школы со своей стороны. Дело в том, что я не религиозный человек, то есть я не представитель, допустим, Российского и Исламского университета, я работаю в Казахском университете, в Светском учебном заведении, то есть как, допустим, представитель Светского учебного заведения видит цели этой школы. Дело в том, что мы с вами живем в мире, где действительно все глобализируется. Если раньше мусульмане жили в тесном мирке у себя, христиане жили в тесном мирке у себя, и если в мире не соприкасались, то сейчас мы оживем постоянное столкновение, самых разных мнений, течений. И легче всего замкнуться и сказать, что моя точка зрения самая правильная, что именно я владею монополией на истину, а все остальные заблуждаются. Так просто проще. Но жизнь показывает, что такое впечатление, она приводит в тупик, что любые группы, светские, артеистические, христианские, любые религиозные или иные стечения, которые замыкаются в своей группе и перестают общаться с внешним миром, перестают обмениваться, перестают критически смотреть на себя, на других, они останавливаются, происходит застой, и они раньше или позже очень болезненно могут воспринять то, что надо меняться. Поэтому наша задача, мусульман Татарстана, наша задача, как людей, живущих в этом самом разном мире, дать понять, что мы не можем замыкаться, мы должны прислушиваться друг к другу. Даже среди вас, здесь сидящих, наверняка есть правильное для жизнений, надо учиться жить в этом мире, где это разнообразие и учреждения только помогает лучше понять и мир, и то, как Аллах не устроит. Поэтому наша цель — научиться слушать друг друга, научиться жить с человеком, который имеет иное мнение, и получать это удовольствие. Ресурсный центр по развитию исламского и исламовического образования, который работает в Институте международных отношений истории и высоколезния, совсем молодой. Но тем не менее, у него история идет с 2007 года, когда был образован Центр рекомендуемого образования, целью которого была реформа мусульманского образования. Немножко странно, как в светском учебном заведении вдруг хотят заниматься реформой мусульманского образования. Но тут есть такая интересная деталь. Дело в том, что не столько мусульманское образование интересует этот центр, сколько развитие самого знания об исламе. И поэтому знанием об исламе светское учебное заведение вполне может заниматься. А знание об исламе, оно дается в самых разных местах. Это и приучетские школы, это и медресе, это мусульманские университеты, это исламоведческие кафедры, это востоковедные вузы, это факультеты теологии, это даже структуры ВАХ, которые защищают диссертации, на которых мусульмане, любой из вас, может защитить диссертации по истории ислама в России, по истории ислама в арабских странах. Таким образом, знание об исламе, оно очень многолико. И вот именно развитие вот этого всего компендиума знаний и занимается наш ресурсный центр. Если можно, следующий слайд. Это те структуры, с которыми наш ресурсный центр взаимодействует. Пока речь идет об академических структурах. Среди них много западных университетов, но есть и ряд восточных, в частности Алисхар, мы также сотрудничаем с университетом Аль-Каравин в Марокко, турецкие теологические факультеты. То есть мы пытаемся не замыкаться в каком-то своем местечковом пространстве, но считаем, что у науки нет границ, у исламской науки нет границ. Всех мы должны постоянно развивать и обогащать в любом. Следующий слайд, если можно, это уже на таком уровне мы сотрудничаем внутри страны. Тут обязательно духовное управление мусульман и Российской Федерации, и Республики Татарстан. Вы, наверное, знаете, что в современной России огромное количество муфтиятов. Не у всех из этих муфтиятов такие бедобочные отношения, но наша задача как раз привлекать самых разных муфти, самых разных представителей мусульманских общин, для того, чтобы мы могли налаживать эти отношения и, может быть, даже объединять у себя в центре вот эти разные мнения. У нас среди партнеров института доковедения, высшая школа экономики, институт стран Азии Африки, Европейский Министерство в Петербурге, ГИМО, восточный факультет. Дело в том, что это не просто имена, не просто мы с ними сотрудничаем, но сотрудники этих университетов, сотрудники этих академических университетов пишут для нас учебники и редактируют для нас учебники. Являются научными руководителями ряда преподавателей в российском исламском университете, помогая им создавать такие вот фундаментальные учебные пособия по исламским дисциплинам. Таким образом, вот эта интеграция вроде бы академической науки и исламского благословия, она совершенно не противоречит друг другу. Вроде бы оказалось, как должны быть какие-то трения между связками, вроде бы учеными, не мусульманами, да, и мусульманами, которые изучают ислам изнутри. Но истинная наука, оказывается, никогда не опровергала истинный ислам. Истинная наука с огромным интересом относится к пророчеству, к чудесам Корана, к мудростям хазисов. Если вы читаете труды ведущих российских исламоведов, таких как Станислав Прозор или Фролов, Виктор Вадимович Фролов, то вы поймете удивительное восхищение, которое эти сведеские, в общем-то, ученые испытывают по отношению к исламу. И сотрудничество с ними, оно на пользу как мусульманам, так и сведеским людям, которые изучают исламского очень большие зрения. Если можно, следующий слайд. Тут перед вами церемония открытия Исламского центра, которая произошла в марте 2015 года. Ну, как я уже повторилась, исторически этот центр работает с 2007 года. Просто вот такое официальное направление, он приобрел в 2015 году. Вы еще, наверное, не были в здании на Пушкино. Видимо, большинство из вас приехали вчера вечером или сегодня с утра. Мы обязательно устроим для вас экскурсию, небольшую такую презентацию нашего центра, пройдем по всем аудиториям. Вы, наверное, знаете, что у нас там есть и молитвенная комната, и тахар-атхана. То есть вот этот центр был открыт, собственно, для мусульман, для мусульманской молодежи, для имамов, которые проходят экскурсию в промышлении профилитации. Вот все удобства были созданы именно вот в марте 2015 года. До этого таких условий, конечно, не было. И я думаю, что вы сами сможете насладиться возможностями, которые этот центр представляет. Если можно, следующий слайд. Тут текстовый материал. Я просто хотела сказать, о чем занимается наш центр. Во-первых, мы оказываем научно-металлическое сопровождение в процессе реформирования мусульманского образования. Например, вот с Рафикой Мухаммешовичем наш центр очень тесно сотрудничал по вопросу создания концепции мусульманского образования. Вы, наверное, знаете, что у христиан, у православных есть своя собственная концепция христианского образования. А у мусульман до сих пор вот такой выстроенной концепции не было. И Рафикой Мухаммешович является центральным автором этой концепции. Были большие споры и дебаты самыми разными структурами, каким даже в этом мусульманское образование. И вот как раз вот это учебно-металлическое сопровождение и заключается в том, что мы собираемся, общаемся, делаем запросы в медрессе, в духовное управление мусульман, приглашаем наиболее авторитетных имамов для того, чтобы они посоветовали, как они видят мусульманское образование, и на основе этого уже создается собственная концепция. И надо сказать, что наша концепция состоит, включает все уровни мусульманского образования, начиная от применческих курсов, причем там делится для детей, для взрослых, для среднего возраста. Потом у нас есть три уровня в медрессе, базовая, начальная, базовая и повышенная уровень. Есть исламские вузы, которые имеют как бакалавриат, так и администратуру. И есть даже проект исламской академии, где мусульмане смогут получать ученые степени. Что нам дает такая широкая концепция? Дело в том, что, зная все эти уровни мусульманского образования, мы можем выстроить преемственность каждого из уровней. И таким образом мусульмане не будут учить то же самое на начальном уровне в медрессе или на применческих курсах. То есть все это будет последовательно, и знания будут накапливаться в такой прогрессии. И к выходным должностям из медрессе человек уже может начать писать диссертацию, благодаря на то, что очень плотно, потому что многие директор курса бакалавриата, то есть знания будут у него достаточно для начала своей даже научной работы. Следующий слайд, пока еще здесь, на этом же слайде. Это оказание образовательных услуг в свете слабоведения и исландских наук. Тут мы проходим курсы повышения квалификации, прежде всего пока для мусульман Татарстана. Причем самые разные курсы. Это могут быть и курсы для имамов по Ахидии, это могут быть курсы имамов для имамов по арабскому языку, это могут быть курсы по каранистике, по современным проблемам мусульманского права. А могут быть такие самые странные курсы, как, например, подготовка служителям мусульманского вероисповедания для работы системы в СИН. То есть и такие необычные курсы с необычной программой мы составляем. Вы, наверное, знаете, что проблема таких радикальных движений именно в тюрьмах, она существует. Ограниченное пространство, ограниченное доступ к знаниям. И люди, которые попадают в тюрьмы, очень часто воспринимают ислам в такой форме достаточно активной, потому что тюрьма сама вообще место такое, где, как говорили, неспокойно. И вот мы пришли к выводу о том, что необходимо специально брать имамов, для которых вот это исправительное учреждение будет местом его постоянной работы. Он будет переходить туда, как на работу, получать деньги, зарплату и проводить среди заключенных вот эту духовную работу. А вы знаете, что те, кто в тюрьме принял вот такой ислам, причем такой позитивный хор, никогда больше не возвращаются в тюрьму. Это статистика, и сами сотрудники Федеральной службы выполнения наказаний с удивлением говорят, вы знаете, действительно, постоянно у нас только выходят, вышел, выпил, украл в тюрьму. Да, вышел, выпил, украл в тюрьму мусульмане, не возвращаются туда. Поэтому это удивительный потенциал исправления человеческих душ. И вот мы проводим такие курсы повышения квалификации. Следующий пункт – это научно-исследовательская и экспертная деятельность. И вот здесь, возможно, каждый из вас сможет нам помочь и даже стать участником нашего проекта. Дело в том, что наука сама по себе интересная вещь, но иногда нам просто нужно знать, какие потребности существуют в местах мусульманов. Может, не хватает нечести, может, не хватает мусульманских учебных заведений, возможно, не хватает учебных пособий, возможно, отношения мусульман в той или иной области не совсем нормальные, не дают быть мусульманами. То есть вот эти все вещи, когда есть такой разрыв между пониманием научного сообщества и государства, и мусульманская община, это как поражает проблемы. Поэтому наша научно-исследовательская и экспертная деятельность нацелена на то, чтобы иметь контакты с мусульманами на местах и знать о тех проблемах, которые там существуют. И самое интересное, у нас есть ресурс для помощи в этом. То есть и в качестве повышения квалификации, и в образовательной, и в учебной пособии мы можем тоже просто передавать безвозмездно для того, чтобы на местах люди имели свои учебные учебники. Таким образом, если вы захотите так или иначе участвовать в нашей научно-исследовательской деятельности, то тогда вам, наверное, можно будет попросить, чтобы вы просто лично подошли, да, перед действием, что да, я бы хотел участвовать в качестве такого научно-исследователя на местах. И тогда мы разработали специальную методику в зависимости от вашего региона и будем работать с вами, вот, как с экспертами в каждой из регионов, где вы находитесь. И самое главное, я думаю, это будет на пользу и вам, потому что у вас появится возможность менять ситуацию на местах. Ну и нам действительно, мы будем обладать более полной информацией и сможем быстрее реагировать. И не работать там на самих себя, будем работать как раз на УМУ. Издательская деятельность, я вам скажу чуть позже, сейчас мы пойдем на следующий слайд. Я просто очень коротко скажу о целях создания собственного сайта. Это создание единой, во-первых, информационно-образовательной следы. То есть вы знаете, наверное, что огромное количество сайтов, существует огромное количество информационных организм, занимаются делами мусульман, и часто они не вызывают доверия. Наша задача — создать такую информационно-образовательную среду с курсами, с повышением графикаций, которые все выложены на интернете, с конференциями, с круглыми столами, со всеми мероприятиями, которые любой из вас может в любой момент зайти, посмотреть профессора, который вас интересует, мусульманского деятеля, авторитетного, мнение которого вы считаете важным и интересным, посмотреть на этом сайте. И вторая главная цель — это взаимодействие религиозных и светских институтов. То есть, в общем-то, о чем я говорила, между ними противоречий, как оказалось, нет. Если это не миссионерская наука, если это не такая-то наука, которая расслабляет идеологические цели, странные и непонятные, чтобы это разума, если это истинная наука, между мусульманами и наукой противоречий нет. И наша задача — вот этот разрыв, который существует, его преодолеть. Я здесь не буду долго задерживаться, поскольку мы уже так или иначе затрагиваемся эти вопросы. Просто скажу, что мы, во-первых, заказываем учебники как сотрудникам Российского Исламского университета, как сотрудникам Казанского федерального университета, как сотрудникам Института стран Азии и Африки, Московского Исламского университета. То есть мы осуществляем заказ и еще и проводим лицензирование, экспертизу, то есть все наши учебники, которые выложены на сайте, о котором еще скажу позже, они все прошли эту экспертизу и вполне могут быть использованы как с точки зрения религиозной, так с точки зрения законодательной. То есть они вполне надежны в плане содержания. Можно я здесь следующий слайд? У нас есть смещательный орган, и этого, наверное, больше нет ни в одном регионе. Можете устроить что-нибудь такое у себя на местах. Сейчас я просто представляю презентацию не для того, чтобы дать информацию, сказать, какие мы хорошие, как мы учили на работе, а именно для того, чтобы, может быть, какие-то идеи вы смогли использовать и у себя в регионах, потому что, для меня, многие из вас достаточно влиятельные люди в исламской общине, в той или иной форме это все может быть использовано, может быть, не в той форме, как и у нас. Так вот, смещательный орган, это экспертный совет, который встречается ежемесячно, как минимум, а иногда и чаще, на котором приходят представители Духовного управления мусульман, российского исламского университета, директора и пролетарам адресе, наиболее авторитетные мусульманские лидеры, представители КФУ, и там мы обсуждаем проблему мусульманской общины, проблему, которую следует решить, и все вот так идеально решается. То есть ни один акт не случается без того, чтобы он не получил подтверждение экспертного совета, а вы знаете, где несколько голов, тем более, которые представляют в своей области ведущие роли, то решение обычно бывает очень извешным и очень важно. У нас есть несколько составов, это малый состав, мы обычно собираемся человек 15, если можно на следующий слайд. Да, вот это малый состав, обязательные представители Российского исламского университета, это аппарат президента, Духовное управление мусульман, есть расширенный состав, мы собираем его 2-4 раза в год, это вот как раз у нас Раф Мухаммешевич является председателем Совета по исламскому образованию, и это все 35 директоров, мусульманский учебных заведений, которые приезжают и тоже имеют возможность на нашей площадке обсуждать проблему мусульманского образования. Ну и, наконец, у нас есть большой экспертный совет, он уже включает в себя целый спектр ученых и с Запада, и Востока, и тут это в форме, просто проходят в форме конференции. Если можно, следующий слайд, я тоже уже, наверное, время у меня подходит к концу, дарись бы, так? Ну, это ценная информация все-таки, видится. Я думаю, что не займу больше, чем 5 минут. Это структура ресурсного центра, у нас есть разные отделы, есть отделы, занимающиеся дисфункционным образованием, есть отделы, занимающиеся ученными курсами, есть редакционно-исследовательский отдел, международный отдел, научно-исследовательский отдел, вот все они, так или иначе, идут ту работу, о которой мы с вами говорили чуть раньше. Теперь поговорим немножко о результатах работы в 2014 году. 87 курсов повышения квалификации мы провели, при том, что от нас просили провести всего 40. Дело в том, что потребность мусульманской умы в различные, самые различные, которые говорят, курсы повышения квалификации настолько велика, что постоянно идут заявки либо на турецкий язык, арабский язык, персидский язык, введение документации, бухгалтерский учет. Это то, что просто от нас духовное управление мусульман просит. Не говоря о курсах по Ахыде, которые Раф Мухаммед Шиш с нами проводит на своей площадке Российского Исландского университета, который проходит просто для имамов. И курсы прослушали, как вы видите, почти 2,5 тысячи лет, и только за один год. При том, что мы должны были обучить всего 800 человек, то есть в этом плане мы тоже работали достаточно эффективно. Тридцать учебные наездки по форме и работа сайта ресурсного центра. Следующий слайд – это книги, которые мы издаем в рамках проекта. Когда мы устроим для вас экскурсию по ресурсному центру, в здании Натушки, мы обязательно покажем вам нашу библиотеку. Издано уже более 100 книг по таких наукам, как хормистика, мусульманская жраба, исламское страхование, исламские банки, халан, мусульманская теология, араб-мусульманская философия, проблемы у стран Ближнего Востока. То есть огромный, благодаря литературе, он есть выгодный вид, и справа, и, к сожалению, в обращающем качестве центра. Если мы уже следующий слайд, то мы уже нападем намного быстрее. Сейчас я просто покажу, как выглядит курсоповышение квалификации для преподавателя юночайских курсов. Следующий слайд – это в другом месте, это уже набережные челни. Дело в том, что курсоповышение квалификации ведется не только на базе канавского университета, потому что это просто очень дорого. То есть надо приглашать, обеспечить проживание, намного легче просто сами поезжать, поэтому есть ряд таких курсов. Если можно, следующий слайд – это курсоповышение квалификации в тетюшек. И вот я сама была в данном случае курсоповышения квалификации, и мне в частности было настолько не совсем удобно. Другие люди, бабушки, дедушки приходят, а там еще скалейки, не откинулся. И я все очень сильно изменялась, что мы в таких системных условиях. И удивительно, все это люди, там сидели, говорят, нет, нет, мы будем сидеть до конца, но это очень важно. Мы никогда таких вещей не слышали. То есть тяга на местах намного более серьезная, чем тяга, допустим, в Казани, где все присыщены. Поэтому многие из вас, которые работают, наверное, не только в крупных центрах, наверняка вы тоже можете организовывать такие курсы для людей просто в каких-то деревнех, и удовлетворять потребность духовного звания, которые мы сами теперь берегают. Следующий слайд – это лекция Ахмеда Шерифова, профессора университета А.С.Хар. Есть целая серия лекций ведущих профессоров, которые читают на арабском языке для специальной публики, которая владеет самарабским языком. И они разбирают самые тонкие вопросы, ахиды, те, до которых обычно у наших специалистов руки просто не доходят. Следующий слайд – это курсы для сотрудников ИСИН. Это не курсы для ИМУ, о которых мы с вами говорили, а собственно сами сотрудники ИСИН, которые должны знать об исламе, что такое Коран, почему нельзя брать Коран немусульманным или, допустим, непомыкнуть, вроде нельзя в Тахарат, что нельзя делать по отношению к мусульманам. То есть все эти вот детали, чтобы не было неприятной ситуации, которая не переходит, не контролируясь. Все эти вещи мы как раз рассказываем на этих курсах. Следующий слайд – это вот по завершению этих курсов. Дальше у нас есть семинары по основам и истории ИСИН. В основном стажировки по арабскому языку. Следующая стажировка в Танзании – там были в Суахиле. И изучалась тоже система образования в Танзании. Следующая – это летняя школа ИСИН в России. То есть если у нас зимняя школа Махаля 2.1 – это для собственного мусульман, то летняя школа ИСИН в России – это больше для исследователей. Но мы очень надеемся, что в ближайшее лето, когда мы будем проводить следующую школу, кто-то из вас уже захочет и в этой школе участвовать, потому что там мусульмане тоже есть. Но от вас необходимо желание на академическом уровне, будучи мусульманами, исследовать ислам. Поэтому ждем вас и на этой школе тоже. Следующий слайд – это как раз предыдущая школа мусульманского лидера. Дальше – это школа мусульманского журналиста. А вы знаете, что от журналистов очень много зависит. Я могу даже сказать, что, может быть, даже большее влияние на общество имеют журналисты, нежели какие-то другие категории, даже, может, и сами мусульмане, потому что те темы, которые журналисты поднимают, они формируют общественное пространство и отношение к мусульманам. Поэтому на исламскую журналистику мы обращаем самое пристальное внимание, потому что без работы с журналистами, с мусульманами, с мусульманами, мы просто не получим мирное и спокойное общество. Следующий слайд – это у нас Олимпиада, которая проводилась в Российском исламском университете и будет проводиться. И, наверное, кто-то из вас, может быть, даже приедет и на Олимпиаду в декабре по арабскому языку и исламским наукам. Далее слайд у нас – конференция, где как раз и собираются расширенный состав экспертного совета, куда мы приглашаем ученых из Индианы, из Амстердама, из Алясхара, из Марокко. То есть вот такой всемирный совет по исламскому исламовическому образованию. Следующий слайд – это вот как раз то, что я вам рассказывала по всему, круглый стол. Ликторий «Исламика», на который мы приглашаем ведущих исламоведов. Это тоже идея для вас. Возможно, в ваших городах, там, где вы проживаете, вы можете такие ликтории устраивать и приглашать. Причем многие готовы работать бесплатно. Просто вот даже, допустим, съездить в Челны или в Армейтиск, или в Саратов. Просто приехать и прочитать лекцию. Ну, пример такой. Я, например, специалист по Зельяйти Мухаммали. Это татарский мусульманский реформатор нашего главного века, который писал на старом татарском языке, и трактаты которого я перевожу на современный русский. У него есть четырехтонная фарсаха Исламия, и это удивительная плависть по иррациональному постижению ислама. То есть я могу, например, в любое место поехать и прочитать эту лекцию. То есть Зе Даханун у нас специалист по арабоязычной книге. Равик Мухаммешевич, специалист великолепный по джидидизму и по современному славу. Айдар Мюмич, специалист по как раз мусульманским лидерам, по мусульманским институтам. То есть есть ряд специалистов, о которых просто нет информации, которые могут ездить с лекциями и обогащать тем, чем они занимались и мусульман, и немусульман. Мы это делаем в рамках нашей территории исламика. Приглашаем самых радых специалистов. В основном, поскольку мы сказали, уже знаем друг друга, мы приглашаем из Москвы, Санкт-Петербурга и из Махачкалы. Следующий слайд – это круглый стол мусульманской молодежи в современном российском обществе. Ну и мы почти почти до конца. Это сайт ресурсного центра по развитию исламского и исламовечества образования. Вот на него я хотела бы, чтобы вы обратили самое приставленное внимание, в течение этих дней вы получите специальные источники, в которых будет ссылка на этот сайт, QR-код на этот сайт и пароль к материалам. Дело в том, что ряд материалов не опубликованных. И те материалы, которые не опубликованы, поскольку есть такое понятие, как авторское право, они доступны только код пароля. Мы лично дали вам этот пароль, и мы знаем, что вы не используете эти материалы, то есть вы будете уважать авторское право. Поэтому они не в этом доступе, и вот эта вся информация будет дана. На этом сайте, что вы можете найти, если можно встретить число, есть учебные материалы, где по каждой исламской науке, по 5-6 книг, 5-6 книг по границам, по путесоведению, по мусульманскому праву, по исламской экономике, по мусульманской этике, по истории ислама, по истории ислама России, по истории ислама Бога Мураса, Мириума. Вот эти все материалы, более 200 книг, более 120 из которых изданы, и около 80 еще находятся на стадии изданий, и не просто подождут на силу. Вот эти все материалы вы можете прекрасно использовать в своей деятельности. И самый последний слайд. На этом же сайте у нас есть лекции ведущих профессоров, как мусульман, так и не мусульман. Некоторые мероприятия в рамках этой школы будут записаны и тоже выложены на этот сайт. Таким образом, я приглашаю вас пользоваться этим сайтом, я приглашаю вас в сотрудничество научного, я приглашаю вас в сотрудничество на уровне создания учебных пособий, потому что, например, в декабре у нас будет конкурс по книгам по этике, а многие из вас, наверное, преподают где-нибудь в мечетях, и эти вы в том числе. То есть в таких конкурсах участвовать. Я приглашаю вас в конкурсе по оранжевскому языку и основанному славу, который работает в Санкт-Петербурге. И вот моя презентация была посвящена не только информационному обращению того, чем мы занимаемся, но и тому, чтобы вы очень хорошенько подумали о том, как вы можете участвовать в качестве участников или в качестве авторов нашего проекта. Как мы можем помочь вам на местах, если вы найдете, будете провести интерес к тому, чтобы сотрудничать с нами у себя, и чтобы мы с вами вместе подумали, как сделать этот мир более мирным, благополучным, счастливым местом для нас и для наших детей. Спасибо, Лейла Индусовна. Действительно, я вот сейчас слушала и убеждалась, что школа мусульманского лидера – это практически в миниатюре все то, чем занимается ресурсный центр. Все, о чем мы сейчас разговаривали, мы старались максимально включить программу нашей школы. Это, наверное, сложно, вместе в 5 дней, но тем не менее молодежь и народ динамичны. Очень быстро успевающие воспринять. И здесь у нас такой отборный контингент, я бы сказала, собрался, такой качественный состав. Именно люди, которые уже что-то делают, реально пользу приносят к уме, у которых уже есть опыт работы, да, есть очень даже опытные такие активные мусульмане, известные в ваших рядах. И поэтому мы постарались и программу подобрать соответствующую, чтобы все участники максимально им пользовались для своей дальнейшей деятельности, избегли из нашей школы. А сейчас я хотела бы представить вам основных организаторов школы, которые готовили эту программу. Все это в течение таких многократных мусульных штурмов составлялось. Мы свящались, мы спорили, мы думали. Каждый лектор проходил через многократное сито разных мнений. Каждая лекция, каждая тема продумывалась со всех сторон. Мы старались с разных ракурсов на это все смотреть. И каждый вносил свою лекцию для организаторов, чтобы программа была как можно насыщеннее, продуманнее и полезнее. И вот, ребята здесь, да? Амар и Саша здесь, да? Поэтому я хотела бы сейчас представить вам основных организаторов. Итак, главная организация, которая проводит школу мусульманского лидера, как я уже сказала, это Казанский федеральный университет, Институт международных отношений, сцены и вскоповедения. И именно ресурсный центр по развитию сонско-экономического образования, который находится в этом институте КФО. Директор института Харитина Франит Равильевич. Мы надеемся, он на важном совещании сейчас, но он очень хочет присутствовать и тоже поприветствовать вас, мы надеемся, что он еще подойдет. Еще один организатор, как я уже сказала, это Российский Исландский университет. И вот Равиль Мухалюдович только что выступил перед вами с напутственными словами. Еще один организатор, это Духовное управление мусульман. И с представителями Духовного управления мусульман у вас еще будет возможность встретиться и познакомиться. И рабочая группа наша, это координатор проекта Амар Аль-Анси. Я хотела бы, чтобы Амар появился, он все время по рабочим вопросам, координатор есть координатор, он все время координирует. Я думаю, что сейчас он появится здесь. Адмистратор по работе с участниками, вы уже прекрасно знаете, вы уже с ним все держали контакт и связь, Ренат у Зафера, да, прошу любить и жаловать, и все вопросы к участникам, да, к Ренату, и насколько я чувствую, он успешно справляется с этими задачами. Справляется, да? Спасибо. У нас в этом году профессионально организованная пресс-служба в школе мусульманского лидера, и получилось это благодаря тому, что в нашу компанию, в нашу команду влезся такой замечательный молодой специалист, Юсуф Долгов. Вот прошу любить и жаловать, приветствую. Я думаю, вы тоже его все хорошо знаете. Все рассылки, вся информация, все, что в информационном пространстве есть о нашей школе лидера, все это благодаря его стараниям сейчас осуществляется. Ну что у нас, координатор еще не подошел? Ну хорошо. Ну я думаю, Амара, вы тоже хорошо все знаете, вот он появится, он здесь все время у нас ходит. И также у нас здесь и многие другие помощники, организаторы, волонтеры, которые вкладывают свою душу, свои силы в то, чтобы наша школа прошла как можно организованнее, чтобы вам здесь было комфортно и чтобы все было так, как надо. Но лидеры есть лидеры. Это такой народ, да, специфический. И вот в связи с этим вопрос. Как вы думаете, какова главная черта лидера? Какие будут лидеры? Ведет, харизма, оптимизм. Вот это я ждала. Именно это. Да, все, что здесь перечислено, это действительно так. Но мое понимание может быть суективное, но все-таки пока что мое понимание такое. Лидер — это тот, кто берет на себя ответственность. И вот если здесь у нас настоящий лидер, мы надеемся, что среди вас тоже будут находиться такие, которые берут ответственность за то, чтобы наша школа прошла в соответствии, на уровне. И что вы тоже нам будете в этом помогать. И тоже брать ответственность. И иногда вот эта грань между организаторами и участниками будет стираться. Так что любой из вас имеет возможность влиться в число волонтеров и организаторов в любой момент. Обращайтесь к нам, если считается нужным чем-то помочь. Мы только с благодарностью это примем. И сейчас... Хорошо, что ли, Амара? Ну да, вот я хочу вам показать Амара. Это вот главный координат нашего проекта. Так что если есть какие-то вопросы, которые вообще не знаете, кому их надо задавать, значит их надо задавать Амару. И сейчас... Да, и мы хотим поблагодарить Владимира Михайловича за то, что он нашел время в своем плотном празднике. Но у нас есть еще время, есть вопросы, мы в воскресенье увидимся. Да, мы идем в воскресенье в Российский Славный университет, специально на встречу. Так что большое спасибо, Владимир Михайлович, мы вас отпускаем. И я еще хотела бы назвать несколько имен. Здесь присутствуют участники прошлогодней школы лидера. И у нас есть сертификаты для них. И вот такая вот есть возможность, счастливая, в такой торжественной обстановке, вручить им эти сертификаты. Вот посмотрите-ка, уже на ветеранов нашей школы. Еще молодых ветеранов, но уже 100 ветеранов. Я надеюсь, что пойдут 10 лет и будет 20-я, 25-я, 50-я школа лидера. И вот так же мы будем у вас когда-нибудь участвовать уже перед молодым покоением. Итак, чтобы было проще, я выйду просто вперед, чтобы экономить время. Я называю фамилией, старайтесь очень оперативно выходить. Итак, сертификат в том, что она с 27 ноября 2014 года по 30 ноября 2014 года прошла обучение в Казанском Павловском федеральном университете по теме «Школа мусульманского лидерства» в объеме 36 часов, выдается «Альмеевый Сорбинас» в Акифовне. Работила Сорбинас, что ты опять с нами. И я желаю тебе удачи идти по реализации вашего проекта. Удивительный и интересный проект был предложен. Я думаю, в ходе работы школы вы сами еще о ней расскажете. И я уверена, что это обязательно реализуется. Кстати, а для реализации вашего проекта у нас в Институте международных отношений и строительства ковиде уже есть. Вы знаете об этом, да? Этого проекта «Мобильные комнаты» в каждом вузе. Это очень сложный проект, потому что нам все время говорят, что мы живем в средском государстве. Вы это прекрасно понимаете. Я думаю, что многие с вас их не сталкиваются. И чтобы реализовать его, надо действительно очень много сил в это вкладывать. Уметь договариваться, уметь доводить свои мысли, уметь приходить к согласию. И вот этому мусульмане должны в нашем обществе учиться. И вот в Институте международных отношений, истории и устоковедения, где будет проходить основная масса всех наших занятий, на втором этаже в нашем ресурсном центре есть специальная малинная комната. Так что это вперед. Благодаря и вашей инициативе в том числе, такие проекты реализуются в жизни. Имейте веру. Спасибо, честно говоря, за это. Итак, сертификат выдаётся Ещёркиной Анастасии Борисовны. Пожалуйста, Анастасия. А еще. Поздравляю тебя. Спасибо. Наши студенты на направлении журналистики. Так что надеюсь, что в представлении об информационном пространстве объективной, грамотной, правильной информации об исламе ты ещё сделаешь свой в платы челоза. Спасибо. Сертификат выдаётся самому юному участнику нашей школы. Вечно молодой нашей любимой студентки Российско-Исламского университета Латыбова Исламиевна Залазиановна, которая успевает быть в нескольких местах одновременно и участвует в таких проектах, и освещается это в нашем информационном пространстве. И никому не даёт расслабиться при этом. Спасибо, Анастасия Борисовна. Сертификат выдаётся Юдину Ранису. Ранис, пожалуйста, проходите. Напомните, пожалуйста, вы откуда. Вот как. Так что продолжайте, пожалуйста, служить исламскими университетами. Спасибо. И последний сертификат, который у меня в руках, это Ахметову Альберку Адизянучу. Продолжение следует... Так что в этом году ещё будут идеи, и они будут реализовываться. И вместе будем искать способы, как это претворять жизнь. Спасибо. Спасибо. Как отметила Ваима Литусова, у нас в реализовательном церкви существует экспертный совет. Это очень важная, очень важная такая составляющая нашей работы. Потому что уже известно, мы уже давно это поняли. Для того, чтобы реально делать стоящие дела, и чтобы получалось по умовству и по сердцу, очень важно совещаться. Очень важно делать это совместно. Один из них для любого дела, как говорится. И вот экспертный совет – это то самое мозговое ядро нашего ресурсного центра, где вызревают все идеи. Они проходят через тщательную проверку и анализ. И лучшие умы, которые вообще мы могли собрать, и, может быть, кто-то из вас еще не подавалился в будущем, как раз делают свой вклад в это дело. И председателем этого экспертного совета является профессор Казанского федерального университета, доктор исторических наук Хабутинов Айдар Юрьевич. И сейчас я вам представляю слово. Тема как раз его научных взысканий – это тема мусульманского лидерства. И он вам расскажет о том, кто же такие мусульманские лидеры, российские умы. Пожалуйста, Эдар Юрьевич. Спасибо. Добрый день. Я вижу, здесь есть представители разных поколений, но больше представители молодого поколения. И вы должны очень четко понять одну вещь, что мы еще прекрасно помним те времена, когда в городе Казани была всего одна мечеть, а в очень многих городах не было даже ни одной мечети. Мы прекрасно помним те времена, когда на территории России не было мусульманского образования. И мы прекрасно помним, что для многих представителей нашего поколения даже слова, что есть халяр, что есть хорам, были непонятны. И для нас это тоже было очень тяжело, и нужно понять, что 80-е годы, 90-е годы, когда мы поднимали имена мусульманских деятелей, нам говорили, что действительно это какое-то предание старинной глубокой, нам говорили, что эта эпоха ушла, ну и в лучшем случае были лозунги суверенитета, лозунги независимости. И за каждым из нас стоит некий свой путь, как мы к этому приходили. И очень важно понять, да, нам нужны современные лидеры, нам нужны лидеры, которые будут развивать российскую ум, но мы должны понять, что если мы будем сами что-то постоянно изобретать, мы останемся карликами, которые стоят на плечах великанов. И мы можем себя уважать, мы можем себя оценить, но мы должны понять, что сделали те поколения, которые мы должны быть благодарны. И давайте, пожалуйста, начнем с ла-сессии. Первое здание – это у нас медресе Мирара. Я думаю, многие в этом здании были. Это Бухара, Бухарой Шериф. Если будет возможность, обязательно там побывайте. Потому что уже более тысячи лет российские мусульмане проходят здесь образование. И это единственное медресе на всем советском пространстве, где образование прервалось совсем ненадолго. Это буквально с конца 20-х годов по 1945 год. И когда мы говорим про деятелей, начиная с 10-го века, когда мы говорим про деятелей 19-го века, и это и Галюжан в городе, это и Мусабидник, и большинство современных муфтиев, они все получили образование в этом здании. И когда я там был в 87-м году, опять-таки повторяю, советская эпоха, 86-й год, последнее постановление ЦК КПСС по борьбе с исламом, ночью нас вывозили на базар Баудина-Нашбанда, потому что те, кто это организовывал, и для моей матери это было понятно, что, не дай Бог, узнает, это запрет на работу. А в середине 80-х годов нужно понять, что, так сказать, даже память о своих мусульманских предках для людей зачастую обозначала запрет на работу. Это было недавно, это было 30 лет назад. И второе, так сказать, великое здание для мусульманских традиций, следующее здание, так сказать, это медресе Чор-Минор, самого, так сказать, медресе не уцелело, уцелели 4 минорета. Этот центр связан с именем крупнейшего шейха Накшбанди, Мышеведини, Ниаскула, Туркмани. У него учились целый ряд представителей Волга-Уральского региона и, прежде всего, Абдуна-Сарк-Уссави. Что нужно и очень важно понять. И, так сказать, все прогуляемся сегодня по Старой Татарской Слободе, и, я думаю, вы это уже увидели. Вот здесь город Казань, он поделен по полу. Поделен Булак. Власть и государственность до сих пор это на холме, где Калилы, где окружающие его улицы. 1552 год – это начало заката мусульманской государственности на территории России. Но за этим последовала Астрахань, за этим последовала Сибирь, за этим последовала, соответственно, Казахская Сибирь, за этим последовал Туркестан, за этим последовала, соответственно, Крымское Харство, за этим последовал Северный Кавказ. И очень сложно было взять и остаться на этом пространстве и сохраниться в рамках другой государственности. Мы можем как угодно восхищаться былыми государствами, ордынскими, но они начали свару между собой, они уничтожили себя, и мы все должны помнить, что на протяжении столетий наши предки были подданными Российской империей. Мы многие родились как граждане Советского Союза, мы являемся гражданами Российской Федерации. Ну и следующий слайд, пожалуйста, это самое старое здание Медресе на территории России, правда, я вот уточнял, у дагестанских коллег, по сути, там Медресе такого уровня нет. Потому что что такое университет? Нужно понять, что на самом деле европейская университетская традиция начиналась с тех самых Медресе, с Медресе Арабского Халифарта X века, та самая серия Медресе, которую создал Низамальбург, и вот на этих территориях было создано. Один из центров было Медресе в Цахурии. И нужно понять, что классический европейский университет, это прежде всего не физика, не химия, это богословие, то есть это, так сказать, то, что мы в турецкой традиции называли лагияд, это, так сказать, мусульманское право, да, это даже не столько фик, сколько уссулин фик, да, то есть некая методология. Вот, и эта традиция там была. Следующий слайд, пожалуйста. Это торгала кодорингута, а потому что на самом деле российское государство, как любое государство, прежде всего пыталось инкорпорировать, ассимилировать, христианизировать мусульманскую элиту. И на самом деле очень многие представители мусульманской элиты, золотоаргинской, они сохранили свои княжевские титулы, они сохранили свои владения, но они христианизировались, и этот список очень большой. Классический пример, который вы все знаете, там Лермонтовы, которые были, Арсеньевы, которые были елеями, они сохранили свое поместье Тарханы, но только для того, чтобы сохранить свое поместье, они стали христианами. Вот, и это была та же проблема, которую, так сказать, лучше помнит советское поколение. Ну и сейчас мы понимаем, что люди, чтобы достигнуть статуса, выбирали два варианта. Либо, чтобы достигнуть статуса России, превратиться в русских православных, либо второй вариант, известный как Мухачерлек, уйти в земли султана. И я думаю, так сказать, для вас тоже не особый секрет, что целый ряд представителей мусульман, они уезжают там в Афганистан, в Турцию, так сказать, в Сирию. И вот Каргала, это была та точка, где впервые было дозволено свободная жизнь для мусульман, была построена целая сеть мечетей, и было построено медресе. То есть от Каргалы в пределах Российской империи начинается возрождение мусульманской городской традиции и мусульманской учености. А следующий слайд, пожалуйста. Каргала в Лиссаренбурге такого уровня религиозного, это 1730-1740 годы, такого уровня религиозной терпимости в регионе Казани не было, и поэтому первое медресе в регионе Казани, они создаются ближе к вверху. Вот Мочкара, это 150 километров отсюда, на самом деле это земли, скорее, уже черемистские, это земли марийские, но это, так сказать, медресе Мочкары дало нам Гордун Насыра Курсави, человек, который впервые сказал одну очень простую вещь, что мы остаемся на своей земле, и мы должны нести знание исламское на своем языке. Ну и третий, очень важный момент, что это знание не должно спускаться на уровень обрядности, не должно опускаться на уровень простейшим. Наша мусульманская наука, мусульманского, так сказать, мусульман России не должна быть ниже. И Мочкара, ну в чем была проблема сельских медресе? Был бай богатый, он давал денег. Вот не было бы у Курсави, соответственно, сестры, которая была замужем за бай, не было бы возможно и этого медресе. Следующий слайд, пожалуйста. Это медресе Кышкар, тоже два старейших здания медресе, которые сохранились до современной эпохи. Следующий слайд, пожалуйста. Вот нужно понять одну, так, чуть потише, может быть. Нужно понять одну очень важную вещь. После 1552 года в городе Казани на протяжении двух с лишним веков не было ни одной каменной мечети. Какие-то постройки возникали, потом они сносились. Почему это так важно? Мы все знаем. Вот мы в стенах Казанского федерального университета очень этим гордимся, что нашему университету, нашим альмаматам уже в третье столетие, что родители у меня здесь учились, что бабушка у меня училась. Что такое, так сказать, нет стабильного здания. Док, так сказать, и не от мечети, значит, нет медресе. И только в 1767 году, когда Екатерина осуществляет свое первое имперское путешествие, она посещает Казань, она пишет Вольтеру, что Казань это столица истинного царства, потому что от Ивана Грозного до Николая Второго в титулатуре всех русских правителей был царь Казанский, она посещает Гугар, который был первой столицей Золотой Орды и Батухана, и она уже видит, что Павло еще взорвется. И она идет на уступки, а во время Пугачевского восстания она так себя и объявит помещицей Казанской. Но она понимает, что нужно договариваться с мусульманскими элитами, и тот минимум, который договоренности есть, это, так сказать, разрешение на строительство двухкамерных мечетей в Казани, вокруг которых сразу же возникает Игресса. И следующий, Савай, пожалуйста, так сказать, это Абанаевская мечеть. А в чем здесь была проблема? Дело в том, что торговцы-мусульмане, они были ориентированы в основном на торговлю со Средней Азией, то есть на Бухарскую модель. Что такое Бухара? Бухара – это модель 14 века, и это модель, которая особо не реформировалась. С одной стороны, и почему татары в начале 19 века с таким уважением относились к дагестанской традиции, это традиция дагестанских вольных обществ, это традиция религиозной свободы. Что такое Бухара? Это вот есть некий, так сказать, хан, который становится и миром у тезка Хайдар в начале 19 века, и который устанавливает режим захрешесточайшего контроля, в том числе в религиозной сфере. Да, этим людям даются, так сказать, доступ к вакхам, да, этим людям даются постоянные пенсии, но режим диктует, что им говорить. И в этом отношении, конечно, было очень большое уважение дагестанской традиции. Но мечеть не построишь на уважении, медресе не будешь содержать на уважении, поскольку большая часть торговала со Средней Азией, поэтому и название мечеть Марджани называлась Юносовской по имени Ваев, которая торговала с Бухарой. Мечеть Афанайская тоже называлась по имени Ваев, которая торговала с Бухарой. Но и эта ситуация, что тот, кто девушку, так сказать, платит, тот ее и танцует. И следующий слайд, пожалуйста, первый, кто прорвал эту традицию, был Шагабидин Марджани. То есть человек, который, в общем-то, был абсолютно, он был ворцом во всех смыслах. Вот. И он уже видит, возвращаясь из Бухары середины 19 века, он уезжает в Бухару, он критикует курсови, он готов принять эту бухарскую действительность сто процентов. Но он видит, что уже и дни Бухары сочтены, и тогда как-то нужно в новых условиях. А как нужно создавать в новых условиях? Какие новые институты? Первое и самое важное, что он добивается. До этого медресе, как сказал байк, а с какой ноги проснулся этот байк, все там и будет. И марджанисты создают облаготворительное общество. Да, вот по русским законам уж и можно, то есть средние люди махали, как бы мы сказали по-татарски уртасыныф, они создают это медресе, вы это здание медресе сегодня увидите, сейчас там казанский исламский колледж и они становятся там хозяевами. Второй, конечно, ключевой момент, потому что до этого на протяжении трех веков мусульманской традиции говорится плохо, все у нас было плохо, нас русские завоевали и соответственно все уже, так сказать, мы катимся куда-то вниз и это не останавливается. При всем при том, это точка зрения была. Что первое сказал марджанист? Мы наследники нашей государственности, мы наследники Казанского ханства, мы наследники Астраханского ханства, мы наследники Сибирского ханства и мы, кто мы, если мы не татар? Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Это Хусайин Фейсханов. У марджани дело в том, что, так сказать, Казанский университет прежде всего связан с именем Николая Лубачевского, человек, который сумел добиться, что были выделены очень крупные деньги на восточный разряд и, в общем-то, исламовидение, то, что касается, конечно, больше тюркологии, то, что касается исследований Ирана, в меньшей степени арабского мира, все это начиналось в Казани. Но начинается Крымская война и восточный разряд Казанского университета переводится в Санкт-Петербург, марджани остается в Казани, и Хусайин Фейсханов переезжает в Петербург. И что такое? Начинаются 1860-е годы, годы великих реформ. И Хусайин Фейсханов впервые ставит вопрос о том, что мусульманская элита, она должна быть двухкрылой. С одной стороны, нужны мусульманские знания, но с другой стороны, если человек проходит курс мусульманского среднего образования на уровне, по крайней мере, Игдадия, да, как бы мы сказали, на уровне современного медресе, но если он хочет слушать своего народу, он может пойти во врачи, он может получить университетское образование, он может после этого стать юристом, он может стать земским и городским деятелем. То есть, так сказать, ключевой вопрос, что татары не должны оставаться только торговцами, не должны, они должны, так сказать, какие появляются только новые специальности, новые профессии, они должны их осваивать. Но при этом они должны оставаться мусульманами. Как говорил Смайл Бригаспинский, свет ислама должен гореть в сердцах. А следующий слайд, пожалуйста. Одна из самых странных, так сказать, историй, это Зайнула Расули, которого иногда называли последним королем татар. Жизнь у него была жесткая, он и в ссылке был. И вот представьте, городок Троицк на границе со степью, кожей, соответственно, воняет не знаю чем. И здесь он, так сказать, воздвигает район, который называется Мегмария. Мегмария, ну, вы все знаете, имара, так сказать, имара – это архитектура. И он воздвигает некий… Самое очень важное, что он не идет к верхам, он знает, что, так сказать, он идет именно к простому народу. Что такое медресе, и это очень важно, что дети из необеспеченных семей, из простого народа, карахалых танк, и, так сказать, они получают возможность бесплатно учиться. Они видят такие новшества, как телефон, они видят такое новшество, как электричество. И они понимают, так сказать, что вместе они сила. И, так сказать, с одной стороны, есть и технические новшества, но эти технические новшества всего лишь средства. Нам нужен телеграмм, нам нужен телефон, нам нужны железные дороги, нам нужны пароходы, для того, чтобы мусульманский мир лучше общался между собой. Вот это ключевой момент. И 12-й, соответственно, это медреса Расулья, которую он строит. Но Троиск слишком далек от центров мусульманского мира, он слишком, так сказать, близок к степи. И, соответственно, следующий слайд, да, это Галимшан Боруди. Галимшан Боруди, мы, так сказать, буквально рядом с созданием медреса Мухаммадия. Уже 25 лет, как медреса Мухаммадия восстановлено, оно опять у нас работает. И зачастую, так сказать, критиковали, так сказать, Галимшана Боруди, зачем, так сказать, делался упор на суфийские связи. А какие связи еще могут быть? Государственности нет, партии нет, профсоюзов нет. И суфийские связи, люди дают некие обязательства и их соблюдают. И следующий слайд, пожалуйста, это медреса Мухаммадия. Нужно очень четко понять, что какое образование давало государство на родных, на языках. Это только начальное образование. Но, на самом деле, если мы, так сказать, обращаемся к современному миру, мы должны очень четко понять, какие нам знания нужны. И в конце 19 века именно в медресе, так сказать, даются знания, приезжает Юсуф Акчура, так сказать, который является классиком тюркизма, который называется классиком Марса. Он говорит, мы должны понять историю наших государств. Мы должны понять современные теории. И издаются, например, работы по позитивизму. Да, работа Спенсера переводится на русский язык. Мы должны понять, так сказать, опять-таки, наступает революция пятого года. Так сказать, да, уже участвуют в земствах, уже участвуют в городских думах, уже знают, как участвовать в избирательной кампании, знают, как создать благотворительное общество, знают, так сказать, как создать печатные издания. Но это нужно и очень важно. Медресе это та точка, где не только сидят в Абайла, которая одиночная. Они должны, приезжают молодежь из маленьких городков, приезжают молодежь из сельской местности. И они их зарешают и объясняют, как создать благотворительное общество, как создать жаритский мектеп, как, соответственно, участвовать в выборах и как занять место в той нише изменяющегося российского общества. То же самое, если мы посмотрим, кто вышел из Медресе Мухаммадия. Да, вроде, Бакимур Манчих, художник. Но, так сказать, если вы его посмотрите, он создал живопись, и с другой стороны он создавал Шумаили. Он создал первую картину, где булгары принимают ислам при Алмушхане. То есть, картина мусульманского мира должна быть многомерной. Соответственно, мы говорим про музыку, про изобразительное искусство. Мы говорим про печать, мы говорим про поэзию, мы говорим про билетристику современную. То есть, все эти сферы должны быть усвоены. И, на самом деле, как это можно? Это глубокое изучение своего языка, это изучение литературы, как татарского языка, так и других тюркских народов, и это изучение истории своего народа. И вот для меня такой классический антипример был, так сказать, газист Губайдун, крупнейший наш классик, исторический. Я все не мог понять, почему в Казани не рвутся организовать конференцию ему посвященную. И вот есть такой Дмитрий Юрьевич Арабов, автор, так сказать, я считаю, лучшего проекта, посвященного отношениям, российского государства взаимоотношения мусульман России сказал замечательную фразу. Газист Губайдун, он знал, естественно, троицу восточных языков, арабский, фарси, все тюркские языки, знал французский и немецкий. Говорит, ну как же вашим казанским не нравится, вот они начнут себя сравнивать с газистом Губайдун, и оказывается, кто они-то сравнивают с ним. Мы должны понять, что это действительно были великаны, но с чего начался Газист Губайдун? Газист Губайдун начался с медреса. А следующий слайд, пожалуйста, это медреса Хусаини. Вообще, Хусаини на самом деле это Оренбург, и очень важно, это большое значение на казахский народ, и не случайно, что Оренбург был столицей Казахстана, и Хусаини, она не стала таким крупным богословским центром, но она дала целый ряд поэтов, самый известный в рамках советской традиции, мусар-жалин. Вот когда советские государства атеистическому, так сказать, истинный патриот нужен был, а оказывается, эта традиция была заложена в медреса Хусаини. А возникает целая, так сказать, возникает целая серия публикаций по народам мира у Фатыха в Калинии. Возникает, соответственно, тоже, пятый, шестой год, возникает целый ряд работ, где анализируют, кто-то анализирует политический строй Египта, кто-то анализирует Французскую Третью Республику, кто-то анализирует британский политический строй. И это все проходит в стенах медреса. Следующий слайд, пожалуйста, это Зия Камали, вот, и у него первая идея, он учится у Мухаммада Абду, действительно, Лейлай Иуссовна, так сказать, лучше раз сказать, он учится у Мухаммада Абду, и, так сказать, Зия Камали сам из очень простой семьи. И он понимает одну очень важную вещь, что для того, чтобы мусульманское умо мобилизировалось, нужно этот свет знания донести до самого простого народа. И, так сказать, здесь его идеи считают радикальными, идеи его считают социалистическими, но, тем не менее, он ставит очень четкую идею, что нам нужно высшее богословское образование свое. Следующий, пожалуйста, да, влияет на его медресе, следующий слайд, пожалуйста. Абдулла Абуби, о чем сейчас говорит, так сказать, Махмуд Гюрмес, это очень забавно, конечно, ты помнишь их молодыми аспирантами, а кто-то уже становится министром, да. Вот, и он говорит, действительно, кто первый сказал, что хутбу нужно произносить на тюркском языке, это был Габдулла Абуби, кто первым поставил вопрос, что если у вас есть эти деньги, то вы должны, так сказать, и это за Энуларасу или Габдулла Абуби закят на что нужно. Не на тюй, да, соответственно, а прежде всего на нужное образование. И следующий слайд, пожалуйста, потому что Медресе Абуби после поражения революции в пятом году, понятно, Оренбург, Уфа, Казань, это губернские центры, там очень жесткий полицейский контроль, и практически Медресе Абуби превращается в непоучительскую школу и мужскую или очень важную женскую. А следующий слайд, пожалуйста, это Исмаил Бейгас Паралы, кстати, фотография моя любимая, это казанский журнал Амб, очень долго нам говорили, что Исмаил Бейгас Паралы панцеркист. С другой стороны, нам его критиковали за то, что он слишком сильно любил русских. Вот первый тезис, который выдвигает Гастринский в работе «Русское мусульманство» времена ханс прошли, мы в составе России, но мы никуда не уйдем, как говорил великий Ктукаев и Кмилес, мы должны дать новых людей. Но Гастринский понимает, вот мусульмане раскиданы, мусульмане раскиданы там Крым, Средняя Азия, Казахстан, поодиночке каждый мусульманский народ не так силен. Если создадим единую некую силу, и прежде всего Исмаил Бейгас Паралы говорил, что нужна единая некая духовность, так сказать, религиозная структура, тогда эта сила уже является партнером, который может говорить как реальная сила с российским правительством. Разделимся на Свиде. И, соответственно, следующий слайд, пожалуйста, вот тоже очень интересно, Медресе Зинширлы сейчас, так сказать, и это действительно тоже традиция, то здание и главное не здание, соответственно, больше 400 лет здесь продолжалось образование до Бурчисары. Вот следующий слайд, пожалуйста. Нет великого мужчины без великой женщины. И вот эта история про Исмаила Гаспралу, которого не было особо денег, который был достаточно мягким человеком, но у него была Зухра Акчурина, это известный и, соответственно, клан, да, конечно, это, так сказать, известный клан татарской бушуазии, и она помогала ему деньгами. Она, так сказать, когда ему было тяжело, она его утешала, и она сгорела в 40 с небольшим летом, на самом деле. Вот, следующий слайд, пожалуйста, Мухлиса Буби. Мухлиса Буби, это сестра братьев Буби, вот, и есть такая классическая история, она впервые мусульманской историей стала Хазею, и она стала мусульманским судьей в 1917 году. И очень интересная такая переписка, когда она пишет прошение, так сказать, в конце 20-х годов на открытие курсов. И ответ, так сказать, ГПУ очень это, кому угодно, только не Мухлисе Буби. И вот ей посвящена пьеса Уля Фьораты, я считаю, грязная пьеса, потому что, так сказать, так и не нашли того Шагирда Медресе Буби, который бы работал соответственно в ГПУ, в НКВД, потому что их немножко другому учили и с таким происхождением не брали. И вот, так сказать, мужчины, когда их арестовывали, начинали, так сказать, ну понятно, что ситуация была страшна, там начинали что-то говорить. Мухлиса Буби сказала замечательно, я старуха, я никого не знаю, я ничего сказать не могу. И вот материалы ее допросов это редкое мущество и редкое достоинство. А следующий слайд, пожалуйста. Когда я был в Махачкале, я удивился одной вещи, почему такое уважение к имаму Шамилю, конференция была посвященная СПУ, Кадиба Шла. Ну, кавказские, так сказать, товарищи знают лучше, потому что на самом деле была история двух кавказов. Северо-западного кавказа, где адыги и черкесы, хотя вроде бы и государственность у них была сильнее, и западная поддержка сильнее, и армия была сильнее, только где эти народы. Вот благодаря таким деятелям, как имам Шамилю, как кунта-хадши, было заключено некое соглашение с российским государством, и самое главное, мусульмане остались на своей земле. Вот. Асай-Пулаха не пошла, следующий слайд, пожалуйста. Аризапа Хреддин. Вот звучал тезис о журналистике. Аризапа Хреддин, он возглавлял журнал ШУРО, который был на деньги Баев. Да. Следующий, пожалуйста. Вот. Следующий, пожалуйста. А вот, на деньги Баев и не случайно ШУРО, да, как в Коране сказано, советуйтесь между вами о делах ваших. И Аризапа Хреддин, я считаю, написал, наверное, самую гениальную работу Денивей Штимовыни Салеля, ее, есть она в оригинале, есть армитерское переиздание, так сказать, на современном татарском языке. И там очень четко говорится, что без конституции, у нас есть четыре источника мусульманского права, но без конституции мы жить не можем. Мы, нам нужен парламент, нам нужны мусульмане, депутаты. И еще очень важный момент звучит, это 1914 год, что нам нужны в парламенте не только юристы, не только улемы, не только офицеры, нам нужны рабочие. И вот это четкое понимание, так сказать, того, что нужно сплатить все слои общества, оно было. А следующий, это Габдрахман Расули, да, следующий слой, пожалуйста. Габдрахман Расули, это, пожалуй, самый трагичный период в истории Умыв. Резаф Ахридин умирает в 1936 году, арестовывается все руководство Центрального Духовного Управления мусульман. И вот как высидел Расули, это до сих пор история непонятная, но это, так сказать, Расули, это человек, который объявил джихад, он и улемы объявили джихад нацистской Германии. И вот после этого, когда в 1942 году стало понятно, что, так сказать, люди воюют не за Сталина, люди воюют не за коммунизм, как сказал Константин Симонов, если дорог тебе свой дом, и, соответственно, христиане русские шли под благословением своих батюшек, да, мусульмане шли, и эти листовки передавались по фронтам, мусульмане шли, зная, что они ведут джихад против нацистской Германии, и там же в Фетре четко сказано, что мужчины, женщины на поле боя, которые, так сказать, работают на нужный фронт, так было все для фронта, все для победы, они настоящие шахиды, и они попадут в рай. Следующий, пожалуйста, это Зияудин Бабахан, потому что самое большое духовное управление это было Средняя Азия, конечно, и Зияудин Бабахан действительно, это тоже человек, который в 41-м году занял очень патриотичную позицию, так сказать, потому что мобилизация до этого, если вы представляете, в Первой мировой войне мусульмане Средней Азии не участвовали, в Отечественной они участвовали, и все-таки величайшее достижение, что в Бухаре была восстановлена ученость, и следующий слайд, пожалуйста, и был открыт Ташкентский исламский институт, и соответственно мусульманская ученость не прерывать, не прерывать. И последний слайд, пожалуйста, на самом деле, вот кто из нас постарше, так сказать, я тоже помню чувство дикого удивления во всех советских средствах массовой информации. Нам говорили, что религия и ислам давно уж и умерла, первый секретарь татарского обкома Табиев, его поставили в 61-м году, он вызвал писателей и сказал, там же, так сказать, кому нужен ваш татарский язык. Вот считалось, к 80-му году будет последний поп, будет последний имам, умрет религия и ислам, а в 79-й год это исламская революция. Да, вроде начали под марксистскими, под либеральными лозунгами, но возник совсем другой мир. И для того, чтобы замерить Чечню, ключевую роль сыграл Муфтий, ключевую роль сыграл человек с религиозным образованием, так сказать. И очень важно то, что сейчас творится в Крыму, недавно мы буквально там были, при том, так сказать, с большим количеством и Талгат Хазрата Джудин был, и Альбир Хазрат Канов, и, так сказать, дальше признали, что сейчас Муфтий, Крым, эмирали Хаджи Аблаев, тоже превратился в некоего лидера. И вот, опять-таки, повторяюсь, так сказать, и это очень такая кромка, очень сложная, что, с одной стороны, мы не можем восстановить Средневековье, в конце концов, мы принадлежим к суннитской традиции, в суннитской традиции все-таки правители это прежде всего светский лидер, а не Айя Талла, но, с другой стороны, так сказать, мы видим пример, когда, так сказать, власть не придерживается моральных, нравственных кустулатов, не придерживается представления о справедливости, во что это превращается. Вот, и, так сказать, вы должны уважать законы, но очень важный момент, что мусульмане не должны превращаться в неких собачек, которые выполняют указания, там, как говорили лидеры джавидов, любого начальника, любого этого, что ислам это действительно это тот морально-нравственный, так сказать, кодекс, который есть в наших сердцах, это великая традиция наших предков, но в исламской цивилизации возможно и современные технологии, и университеты, и как все время звучал лозунг чайдитской эпохи, чтобы, так сказать, получить образование, чтобы занять посты, чтобы стать и миллионером, и депутатом, и министром в процветающей стране, но прежде всего остаться мусульманами. Спасибо за внимание. Спасибо, Айдар Юрьевич. Я думаю, после такой пламенной речи, после такого доклада, будущее мусульманских лидеров вот из этого зала как раз у нас будет обеспечено. Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание, что у всех у вас сейчас есть программа, и наше вот это открытие подходит к завершению, но мы еще хотим вас познакомить еще с одним проектом, который реализуется в рамках деятельности ресурсного центра. Исламское образование, исламовическое образование, по нашему пониманию это намного шире, чем просто курсы, чем просто учебные пособия. Да, мы стали и даже чем просто школа. Информацию об исламе можно представлять совершенно разными способами. И одним из таких способов мы видим в том числе и в фильмах, документальные, посредительские, учебные фильмы. И вот один из таких очередных проектов, который только-только задумался и только-только начал реализовываться. И вот вплотную уже к его реализации мы приступим как раз в рамках нашей школы. Это документальный фильм, который, иншаллах, как мы предполагаем, будет состоять из нескольких серий, коротких серий. И мы еще все еще спорим, мы думаем над названием этого фильма. Пока рабочее название Татар-ва-хэмдинь. Татары и религия. Но может быть, мы выйдем из-за предела просто татарской нации, потому что исламская ома России, она многоязычная, многонациональная, многообразная. Поэтому, чтобы быть точными и при этом показать все это многообразие, это довольно сложная задача. Но мы все-таки думаем над ее решением и думаем, что в обществе воплотить эту жизнь у нас получится. А пока что у нас есть трейлер этого документального фильма. Это заявка на фильм. И вот сейчас мы хотим вас с ним познакомить. Единственное, что я заметила, что звук не давался с экрана. Сейчас будет звук. Будет, да? Внимание на экран. Может быть, звезды приглушить. Внимание на экран. 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 и оказаться героями этого фильма. Потому что съемки этого фильма начинаются именно сегодня. Буквально вот через несколько минут в аэропортах приезжает режиссер. Известный режиссер Васильский Владимир Мун, который будет режиссером этого фильма. Так что если к вам мы будем обращаться с просьбой, дать нам комментарии, интервью, то будьте готовы представить, что же такое религия на нашей земле. В чем, что из себя представляет ислам сегодня. У татар. Такие вот паны. И, наверное, все на этом, да? И единственное, что я приношу, да, свои извинения. Немножко разволновались перед началом. И мы такой важный момент упустили. Мы должны были начать, конечно же, с чтения благородного Корана. Но мы это сейчас делаем. Я приглашаю сюда Рината Музаферова, нашего организатора. Он выпускник Казанского российского исламского университета. И он прочитает Коран. И, может быть, потом даже несколько напутственных слов скажешь участникам. И он прочитает. И он прочитает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok